Сегодня почти все взрослые здесь. Пример, который я вчера рассказал о девушке с чувством стыда. Есть стыд ложный, есть стыд и истинный. В этом примере речь шла, в принципе, о насилии ее в возрасте примерно 4 лет. И стыд был от того, что с ней это делали, хотя она в этом не виновна. То есть я плохая девочка, я недостойная, я грязная девочка, а вины нет никакой. То есть это явно ложный стыд. И мы просто обратились к Иисусу примерно с таким вопросом. Господи, до того, что мой отец и его друг делали со мною, я грязная теперь или нет? Я плохая из-за этого или нет? Я менее ценна, чем другие или нет? И она в молитве получает от Христа ответ. Она не грязная, не менее ценная, она чистая. И тогда вот это убеждение поменялось, и стыд этот ложный полностью исчез. И она в полной свободе живет дальше. То есть нужно конкретно человеку дать возможность определить свое убеждение. Если вы нашли корневой конфликт, как мы его называем, или первичный конфликт, из него убеждение выросло, то позвольте человеку самому определить, во что ты поверил. Ему можно помочь, можно спросить, веришь ли ты в это, или в это, или в это. Потому что есть люди, которым очень трудно определить свои убеждения. Если вы ему помогли определить убеждение, и он сказал, да, это мое убеждение, я верю, что я грязная. Вот с этим ложным убеждением мы идем к Иисусу. Не знаю, ответил ли я на вопрос на ваш. Итак, Библия и эмоции. Еще раз. Кто не хочет так много писать, там, в принципе, есть тетради, где все слайды есть. Вы можете просто взять там тетрадь и радоваться вместе со мной. Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость в Святом Духе. Мир — это покой внутренний, это эмоциональное переживание. Радость — это тоже эмоция. То есть, когда Господь, Бог, внутри царствует, то Его царству, царству истины, следует мир и радость в нашем сердце. Дух Святой есть абсолютная истина. Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина, так написано. То есть, там, где Дух Святой царствует, там будут возникать эмоции, основанные на истине. Мне очень помогает представить сердце человека как дом со многими комнатами. И в определенные комнаты Дух Святой не может войти. Мы Его туда не впускаем. Определенные конфликты, межличностные конфликты. Господь хочет туда войти и решить эту проблему, но мы Его не пускаем в эту область нашей жизни. Но если Дух Святой как истина входит в определенную область нашей жизни, в определенную комнату закрытую, то там будут всегда мир, любовь и радость. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, снова покой, который превыше всякого ума, превыше твоей логики, соблюдет сердца ваши и помышления ваши. То есть, независимо от ситуации, говорит нам Писание, у тебя в сердце может быть мир. Логически, ты должен сейчас беспокоиться, тревожиться, а тебе хорошо. Почему? Потому что Дух Святой тебе дал определенное слово. Твой Дух успокоил. Наша тревога, озабоченность, она не может просто так уйти. Но если мы в молитве с благодарением открываем свои желания пред Богом, и если моя тревога сменяется миром и покоем, то значит, Дух Святой что-то мне сказал. Я могу это даже здесь не воспринять. но на уровне моего Духа, если я успокоился, значит, я получил информацию. Так как все эмоции основаны на информации, в которую я верю, если я получил покой от Бога, мир в сердце, то значит, Он дал мне определенную информацию. Я мог ее даже просто на уровне Духа воспринять. Дитя мое, я о тебе позаботился. Я этих слов не слышал. Но в молитве, общаясь с Духом Божиим, Бог, если дает покой, друзья, Он, значит, дает информацию, утверждает нас в своем слове. Поэтому мы и говорим, что Господь с нами во время молитвы беседует. Мы просто не понимаем этой беседы. Просто мы не понимаем, как Он нам дает покой. А дает Он нам покой непосредственно через свои обетования, через свое слово, через ту информацию, которую Он нам передает в молитве. Эмоции, данные нам Богом, сильнее нашего восприятия и понимания ситуации. Они не позволяют появиться человеческим эмоциям, соответствующим интерпретации ситуации. Поэтому, говорят люди, даже идя на явную смерть, христиане, они в сердце имели покой и радость. Почему? Как-то возможно это делает Господь. Он утешает Своим словом, Он разговаривает с нашим Духом. Вот. И Его эмоции, которые основаны на истине, они сильнее. И, смотря на ситуацию, мы должны быть в страхе там или в панике, а у нас покой. Это Божье действие в нашем сердце. Давид и Голиаф. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает Духом. Из-за него раб твой пойдет и сразится с ним, с этим филистимлянином. Вопрос. 40 дней, по-моему, да, выходил он. А что другие солдаты израильские делали, когда он выходил? Убегали. Приходит один. Ну, наверное, еще 20 не было, потому что 20 лет в Израиле шли в армию. Значит, ему было ну, 16-17, ну, 18 лет. Ну, подросток. Голиаф выходит, все бегут в страхе. У него покой, ему хорошо. С ним Бог ведет свой разговор. Бог знал, что он его готовил на эту битву. И поэтому у Давида полный покой в сердце. Ситуация говорит, убегай, ты ненормальный. Братья ему говорят, что ты ненормальный. Иди домой. Он говорит Саулу, пусть никто не падает духом, и я пойду, сражусь с ним. Вот когда есть этот контакт с Богом и с Духом Божиим, то Господь дает нам свои эмоции на основании своей информации, своего слова. И она держит все другие человеческие эмоции под контролем. Они же пошли из Синедриона радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять без чести. То же самое. Вместо плача, рыдания они радуются, потому что Господь их посещает. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Вопрос когда я не боюсь? Когда я доверяю Богу? Проди какое взаимодействие. Вот страх, а вот мои упования на Бога. Они как весы. Уповаешь на Бога, страх уходит. не уповаешь, страх появляется. Итак, упование на Бога изгоняет страх. Иисус, услышав все слова, тот сейчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веру. Смотрите, вера и страх. Страх это эмоция. Если ты веришь Богу, эмоция страха уйдет. Почему? Потому что Бог есть истина, и на основании истины страха быть не может. Вот она сила веры. то, что мы верим определяет нашу эмоциональную реакцию, поведение, интерпретацию и решение. вера определяет всю нашу жизнь. Где мы, что мы, как мы, почему мы, когда мы, куда мы. Все определяет наша вера. если содержание веры Иисус, то есть истина, человек побеждает мир. Сия есть победа, победившая мир, вера ваша. То есть работать то и нужно над содержанием твоей веры. во что ты веришь? Апостол поописал одной церкви, он говорит, что многие из вас не знают Бога. И это реальность. Если ты знаешь Бога во всех ситуациях, ты ведешь себя соответственно этому личному знанию. вера определяет наше естество и идентичность, то есть кто мы для себя самих. Кто я в своих собственных глазах. Поэтому очень важно работать над содержанием веры. Одна женщина звонила и говорила у вас сотни небиблейских убеждений. Она мне говорит, что я никогда в ложь не верила. Я одно за другим показываю, что это не соответствует Библии. И когда человек свято в это верит, мы будем с вами проходить конкретные примеры, во что человек может верить, то у него вся жизнь поковерканная. Помню, один из братьев приехал на консультацию, весь в панике, в такой, и говорит, Бог меня не избрал к вечной жизни. Паника будет? Конечно. Ты идешь в ад. Никаких шансов. кто ему это сказал, когда понятия не имею? Вот. Я говорю, ну, избрать к вечной жизни я тебе не могу. Это Господь Бог делает. Единственное, что я могу сделать, это показать тебе, что ты веришь в ложь. И как только ты поймешь, что ты веришь в ложь, у тебя паника уйдет. То есть страх, паника связана с верой. То, во что ты веришь, производит эту панику. Несколько дней консультации и он счастливый и довольный уехал домой. Он избран к вечной жизни. Никаких сомнений нет. Человек с открытым сердцем сочувствует другому. Это феномен вообще непонятный. Написано «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачьми». Это не мое переживание. Это переживание другого человека. Но во мне та же эмоция воспроизводится. Как нас Господь так создал, я не знаю. Если у нас отзывчивое, открытое сердце, то это радоваться с радующимися и плакать с плачущими происходит естественно. Не нужно давить слезы. Не нужно заставлять себя радоваться. Это естественно. Мы радуемся за человека или мы плачем с человеком. Радоваться не умеем, да? Речь идет о Марии Марфе. Иисус когда увидел ее плачущую, пришедших с нею идеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился. Дорогие мои, все эмоции Сына Божьего это чистые эмоции. Я не скажу, что есть грязные эмоции, но они все основаны на истине. Может в нем не было лжи. У него не было ни одного ложного убеждения. Поэтому так, как Иисус реагировал и эмоционально реагировал, так нормальный христиан не должен реагировать. который в духе, который знает Бога, который освобожден от лжи. Мне очень нравится это место, Иова 6.14. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Вы слышите? Я это говорю очень часто, когда непосредственно душопопечители сидят, я им говорю, братья, сестры, если вас горе, страдание другого человека здесь не трогает, это не ваше, оставьте это, вы надорветесь, потому что без сочувствия и сожаления к страждущему вы не сможете ему помочь. Как только человек оставляет страх Господень, он становится холодным, не в состоянии сопереживать. Ибо мы имеем не такого пересвящения, который не может сострадать нам в немощах наших. Иисус, он может сострадать. И нам нужно учиться делать это же самое. Другое место, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Интересно, что здесь же в контексте апостол Иоанн говорит «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Помните это? Любовь это взаимоотношение, а страх это моя личная эмоция. Вот когда взаимоотношения с Богом отсутствуют, страх человеческий появляется. Когда любовь и отношения любви присутствуют с Богом, то праведник смел как лев. Как только они порваны взаимоотношения, все, мне плохо, мне страшно. Поэтому взаимоотношения с Богом они многие проблемы эмоциональные решают. Любовь является самой сильной положительной эмоцией. И любовь держит другие негативные эмоции под контролем. Плод духа тоже написано любовь. Кори Тенбом говорит, что когда надзиратель после одной из конференций протянул ей руку и сказал если вы мне прощаете дайте мне свою руку, то Кори Тенбом сказала стоком Божья любовь, которая наполнила ее, помогла ей протянуть руку этому убийце. Говорит, так по-человечески я бы это не смогла сделать. То есть там была бы ненависть, там был бы гнев, злость и так далее. Но когда Дух Святой касается нас и у нас взаимоотношения, то любовь Божья, она все это человеческое держит под контролем. эмоции Христа. Мы уже читали это место, что Иисус сам воскорбил Духом и возмутился. Здесь же написано, что Он прослезился. То есть Он пережил внутреннюю скорбь. Из-за чего? Потери друга. Понимание страданий человечества из-за греха. Из-за смерти своего врага, который Он победит на кресте. Мы можем не знать до конца, но здесь же написано прослезился. Иисус в Иерусалиме написано, душа моя теперь возмутилась. Что-то внутри происходило со Христом. Иисус исцеляет и, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. гнев и скорбь, две эмоции Сына Божьего. Иоанна 15-11. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет. вот представьте себе, кто-нибудь скажет вам, брат другой, если моя радость, которая у меня в тебе будет, твоя радость будет совершенной, вы скажете, ага, так я тебе и поверил. Насколько Христос должен был быть наполнен радостью, что он мог ученикам сказать, если моя радость будет вас, она будет полноценно, совершенна ваша радость. Почему у него такая радость? Потому что она основана на истине, а радость вырастает из истины. в тот час возродовался духом Иисус и сказал, славлю тебе, Отче. Иисус в Гефсимании взял с собой Петра, Якова и Анна, начал ужасаться и тосковать. Тоска напала на его сердце и сказал им, Душа моя скорбит, скорбь пришла смертельно. Иисус не скрывал своего эмоционального состояния от своих учеников. Он имел открытое сердце и поэтому мы знаем, что он переживал в определенный момент своей жизни. Иисус перед Иерусалимом и когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем снова переживания скорби. Иисус видит народ и выйдет и увидел множество народа, сжаливаться над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыри. Эмоции жалости. Это можно продолжать до бесконечности. Я многим говорю, попробуйте прочитать Библию, выписывая, или, по крайней мере, подчеркивая все эмоции Бога и человека. И у вас практически, кроме родословных, не будет, наверное, ни одной страницы в Библии, где речь не идет об эмоциях Бога или человека. Нет более освещенной темы в Библии, чем эмоции Бога и человека. О гневе Божьем сотни мест. О гневе человеческом тоже. О любви Божьей, о любви человеческой сотни мест. Это самые освещенные места в Писании. Почему бы с этим не разобраться? Я был в Германии, и мне говорят, мы проходим курсы по душепопечению, нам душепопечители говорят, не обращая внимания на эмоции. Я говорю, ну что ж, если говорят, но если вы поймете, что вы не можете никуда дальше пройти, вспомните, что есть открытое сердце, и там обращая внимание на эмоции. Нельзя иначе. Это важные индикаторы убеждений. Эмоции это важнейшие индикаторы убеждений. И без них мы практически не можем даже дойти до первичного убеждений человека. Нам нужно, чтобы он чувствовал. Эмоции, которые производит в нас Дух Божий. Галатам 5, 22, 23. Плод же Духа, любовь, радость и мир. Друзья, если вы духовный человек, то вот в вашем сердце прежде всего есть любовь, есть радость, есть мир. Потому что Дух есть истина. Дух Святой дает сердцу покой, любовь и радость. нет покоя, любви и радости. Не лгите на истину. Духовностью даже не пахнет. временам 14, 17. И во Царстве Божьем не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Снова мир как покой, радость, эмоции во Святом Духе. Почему ты радуешься в Духе Святом? Потому что Дух есть истина. И Он оставит вас написано на всякую истину. Голоссянам 3, 15. И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны написаны. Вопрос. Вы знаете, где написаны эти слова? Они написаны в римской тюрьме. Подождите, о чем ты говоришь, Павел? О каком владычестве мира в сердце ты можешь говорить, когда ты сидишь в тюрьме? А вот он и парадокс, что Дух Святой дает тебе эмоцию покоя. Тебе хорошо. ты можешь спать в темнице, хотя завтра тебе голову отрубят. Ты можешь спокойно петь, радоваться в Боге, хотя тебя может суд ждать. Это общение с Богом делает. Бог же надежда исполнит вас всякой радости и мира в вере. Интересно, исполнит вас радость и мир в чем? В сомнениях. В вере. Снова увидим эту прямую взаимосвязь, что радость и мир идут от веры. если содержание веры истина, то там и будет радость и мир. Негативные чувства последствия греха и грехопадения. Потому что грех разрушило отношение любви с Богом и человеком. Это привело к негативным эмоциям. Чувство незащищенности, чувство стыда. Впервые люди стали стыдиться в Гефсиманском саду. Впервые чувство вины, гнев, недовольство, страх, чувство одиночества, пустоты, разочарование безысходности. Все это следствие греха. Либо моего греха, либо греха другого человека против меня. греха. Есть определенная прогрессия эмоций. Это просто, чтобы вы понимали, допустим, что тревога. скажем, тревога это первая, так скажем, ступень эмоций паники. Перерастает страх, а страх перерастает в панику. на уровне тревоги человек еще как-то может обладать собой. На уровне паники невозможно. Когда прогрессия эмоций дошла до определенного уровня, человек не способен больше обладать самою. И то, к чему эмоционально он склонен, то он будет делать. Итак, любые эмоции, они имеют определенную прогресс, то есть они могут расти. Человек может жить с такими слабыми проявлениями определенных негативных эмоций и нормально функционировать. Но как только, допустим, что-то серьезное произошло в его жизни, и его убеждения снова цепанули, задели. И прогрессия, скажем, от славы к сильной эмоции перешла. Все, человек впадает в депрессию, в состояние, с которого его уже очень трудно, скажем, вытащить. Но для нас не важно, насколько сильно чувствует человек эмоции. Для нас важно, что она есть. Если она есть, значит, есть убеждение, которое воспроизводит его, ее, эту эмоцию. И нам нужно найти это убеждение. Да. есть люди, которые наоборот не активируют свои эмоции в инстимальной ситуации и довольно эффективно работают в происходстве, да, допустим, вот как есть. Значит, это не эмоции, основанные на лжи. Есть эмоции, основанные на истине. Чисто человеческие наши эмоции, они ничего с лжью не имеют общего. Но эмоции, основанные на лжи, они твою внутреннюю функцию полностью ломают. Ты не можешь больше функционировать. Если она активируется достаточно сильно, все, ты сломанный человек, ты ничего не хочешь. Либо она тебя вообще будет толкать на самоубийство. определение первичного конфликта. очень важно в пастырской заботе найти причину проблемы, а не работать с симптомами. Первичный конфликт это первая пережитая травма, при которой человек инфицируется ложью, о своей собственной идентичности. И именно эта ложь, которую мы называем корневой ложью, в конфликте вызывает эмоциональную боль. это не просто ложь о том, что я не знаю, что 2 плюс 2 есть 5. Это не та ложь. Это ложь о моей идентичности. Кто я? Если мое убеждение о себе не соответствует тому, что Бог говорит обо мне, у меня будет проблема. первичный конфликт обычно является корневым конфликтом, то есть который мы хотим найти. и там появляется корневая ложь. Это ложь о собственной идентичности. Там же появляются эмоции соответствующие этой лжи. Там же появляется и так называемая защитная ложь. допустим спасения нет, никто не сможет мне помочь, никому не говори об этом, не открывайся, все равно люди тебе не помогут и так далее. То есть люди имея корневую ложь, ложь о самом себе, имеют еще очень много защитной лжи, чтобы не освободиться. Поэтому люди не ищут свободы, они даже боятся ее. Стыдно? Да. Вот живи с проблемой тогда. Мне к врачу тоже стыдно ходить. Особенно к гинекологу. Но приходится. А что делать? К урологу, да? Мне? Мне? А, окей. Еще хуже. Гинеколог это у других, да? Ах ты, повезло им. Интересно, что человек, который в сердце имеет корневую ложь о своей собственной идентичности, гнев и ярость, гнев как сильные защитные эмоции развиваются у него. этот человек будет во гневе. Вспышки ярости. Гнев защищает более слабые эмоции, основанные на лжи. поэтому люди говорят, если я сейчас не разгневаюсь, я расплачусь. Мне нужно либо разгневаться, либо расплакаться. Но если я расплачусь, я покажу свою слабость, слабые эмоции, что я беззащитный. поэтому я сейчас лучше разгневаюсь. Выход, если уже ты в гневе, депрессия, алкоголь, наркотики, самоубийство. Второй выход это восстание, то есть это вспышка гнева, это бунт, это безнравственность. Гнев как-то должен себя выразить, он выйти должен куда-то. Либо я другим наношу вред моим гневам, то есть я взрываюсь, либо я его въедаю в себя и становлюсь депрессивным. Вот и все. Итак, первичный конфликт. Допустим, насилие. Какая корневая ложь может возникнуть? Помогите мне. Мы будем разбирать конкретные случаи. я недостоин. Я мусор. Я не ценен. Я никто. кто? Какие эмоции будут сопровождать этого человека? Все эмоции соответствуют убеждению. то есть человек будет себя чувствовать ненужным мусором. Он себя будет так чувствовать неценным. Какая защитная ложь может быть? К примеру, выхода нет. Много раз пробовал, не пробуй больше. Никто тебе не поможет. Там пучок защитной лжи, чтобы не начать заниматься своим сердцем. Мне слишком больно. Я что-то с собой сделаю, если я это еще раз почувствую и так далее. Протвается гнев, как защитная сильная эмоция. И выход либо депрессия, уныние, алкоголь, наркотики, либо бунт, вспышки ярости и аморальности. Не знаю, насколько это подходит, но мы посмотрим на конфликт Авеля и Каина. Жертва Каина не принята. Возможное мышление Каина «Я никто, я мусор». Он начинает завидовать. Бог говорит ему «Господствуй над грехом». Эмоция горечи, обиды, его лицо поникло, грех у дверей влечет тебя, говорит Бог. Возможно, защитная ложь, которая возникла, не написана об этом. Богу не дело до меня, тебя не поймут, возьми все в свои руки. Именно это он делает. Гнев у него ведущий к бунту, то есть восстанию, не депрессии. И он написан «Восстал Каина Авеля брата своего». Это есть бунт против Бога. И избавление от боли, как произошло? Через убийство. посредством греха я избавляюсь от боли. Это все делают. Все люди посредством греха избавляются от боли. давайте другой случай разберем. Посыпала Фомарь пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе. Положила руки свои на голову свою и так шла и вопила. По различным данным Амнону было около двадцати лет, Фомарь была младше его, то есть она могла быть не старше девятнадцати, но могла быть и четырнадцать-пятнадцать лет. Что произошло? Насилие. Вопрос что с этой девушкой теперь? Вам не кажется странным, что написано, что она осталась жить в доме Ависолома брата своего? Почему? А? А почему она замуж не вышла? Смотрите, блудница Раф выходит замуж, у нее нет проблем, а изнасилованная Фомарь не может выйти замуж. Почему? В чем разница? Нормальная, красивейшая девушка, не выходит замуж. Потому что сексуальная связь насилия, когда она без моего согласия, она меняет отношение к самому себе. Люди живут в блуде всю жизнь, у них нет проблем со своей собственной идентичностью, но когда происходит насилие, у тебя меняется отношение к себе, кто ты, убеждения меняются. То есть, когда к нам приходят жертвы насилия, особенно девчата с 14 до 19 лет, а если раньше, еще хуже, то вот конфликт, и у них появляется ложное убеждение, то есть корневая ложь о собственной идентичности. Я ничто, я грязь, я недостойная, я с клеймом, я запачканная, и так далее, и так далее, целый список можно писать того, во что эти люди верят. Появляются эмоции, соответствующие этому убеждению, она себя точно так же чувствует, и поэтому она ведет себя так, она держит всех на расстоянии, и даже если вы хотите подойти к такой девушке, и не знаете, что с ней произошло, не получится, она не подпустит. Она не подпустит, она не может выйти замуж. Ее убеждения и эмоциональное состояние не позволяют ей открыться еще раз для мужчин. И защитная ложь появляется. отец не ступился или ступился. Нет. Ты никому не нужна, никому нет дела до тебя, тебя никто защищать не будет, и так далее. Появляются эмоции гнева, ненависти, и либо депрессия, либо бунт. Еще раз. Ну, как иначе, конечно, не говорили об этом. он взял на себя личную ответственность за состояние своей сестры и поэтому решил все это исправить. Это я так понимаю. Иногда это делает родитель, он переживает то же самое, как будто ему сделали больно, хотя сделали больно ребенку. но он берет на себя вот всю эту ответственность, переживает точно так же, ведет себя, как будто бы его лично оскорбили ему, сделали больно. А в этом положении отец отстранился, эту роль сыграл брат. Итак, прогрессия первичного конфликта, можете это запоминать, можете не запоминать, но это еще раз что-то произошло, какая-то травма, появляется я-ложь, корневая ложь, ложь, о собственной идентичности, появляются негативные эмоции, которые основаны на этой лжи, появляется защитная ложь, которая не позволяет человеку открыться, вступить в контакт, в разговор, появляется защитная эмоция гнева и бунт или депрессия. Вот примерная прогрессия первичного конфликта. текущая ситуация редко бывает причиной эмоциональной боли. Пары, когда приходят на консультацию, в основном говорят о том, что они пережили сейчас. И мы обычно говорим, давайте вернемся ваше прошлое, а они туда идти даже не хотят. То, что мы сегодня переживаем, зачастую это все еще отголоски неразрешенных прошлых конфликтов и убеждений, которые там укоренились в этих конфликтах. корень боли обычно в первичном конфликте. Большинство того, что мы чувствуем, коренится в первичном конфликте. Речь идет о негативных эмоциях. Наши эмоции сегодня отражают наше прошлое. Посредством негативных эмоций, испытываемых сегодня, можно обнаружить и открыть раны прошлого. У нас в тетради, по которой мы проходим консультацию, во второй главе и в шестой главе, во второй главе, когда речь идет о прощении, и в шестой главе, когда речь идет о насилии любого рода, есть список эмоциональных слов, которые я когда-либо чувствовал. и мы просим человека отметить от нуля до десяти, чувствовал ли он когда-нибудь что-то в своей жизни. Ну, если человек пораненый, то, конечно же, он там отмечает очень много чего. Я себя чувствовал ненужным, чувствовал себя оставленным, неценным и так далее. И это очень большая помощь, особенно для тех, кто хочет другим помочь, чтобы дойти через эмоциональное состояние человека к изначальному убеждению. Дайте ему этот список, пускай он его заполнит, от нуля до десяти определит, чувствовал ли он когда-нибудь что-то подобное. Поговорите о каждом из этих эмоциональных слов, и вы увидите, что может быть множество негативных убеждений в жизни этого человека, над которыми нужно работать. Для эмоционального исцеления необходимо определить три элемента. Эмоциональную боль, первичный конфликт и ложь, в которую верит человек. Если вы все три определили, у Фомари это было бы очень легко. Сильный, яркий конфликт, хотя Писание не говорит, во что она поверила, мы понимаем, она замуж никогда не вышла. Вот. Из практики сегодняшней мы можем понять, во что эта девушка могла поверить. Ну а вот эмоциональную боль нужно определить, дойти до первичного конфликта и определить ложь, в которую человек поверил. И с ложью, с убеждением мы работаем. Когда Господь ее заменит на истину, человек освобождается. Люди находятся в эмоциональном рабстве, потому что верят в ложь. и потому что решаются находиться в этом рабстве. Они не ищут свободы. Как бы странно это ни звучало. Если кто-то в эмоциональном рабстве виновен ни муж, ни жена. Дорогие мои, как ни странно, даже ни Амнон виновен в том, что Фомарь во что-то поверила. Как бы это страшно ни звучало, это я поверил о себе ложь вследствие чего-то. Амнон участник всего этого конфликта, да, но это мое убеждение о себе. Если бы это был не я, то не было бы свободы от этого. Если бы моя свобода зависела от поведения другого, я, может быть, всю жизнь не освободился бы, потому что Амнон не покаялся, он не успел, его убили. но это мое убеждение, а мое убеждение можно заменить. Это моя эмоция, я могу исцелиться, я должен принять решение идти к свободе, потому что свобода есть в Иисусе. Если мы верим в жизнь, то результат будет таким же, как если бы мы верили истине. То есть эмоция, она будет воспроизводиться на основании лжи, в которую я верю.